Воинская доблесть и мужество всегда ценились в России, а воспитываются будущие воины с самого юного возраста. Особое значение придается предподготовке до призывников, и трудно переоценить значение турнира по военно-прикладным видам спорта, посвященного памяти настоящего героя, нашего земляка-десантника, гвардии старшего лейтенанта Павла Петровича Ступина, который, сражаясь против боевиков, погиб смертью храбрых и был посмертно награжден орденом мужества. Славянский филиал Центра патриотического воспитания молодежи Кубани совместно с Новороссийским десантным соединением и общественной организацией ветеранов «Семерка» стали организаторами традиционного турнира. Гостеприимная земля прикубанского сельского поселения в седьмой раз приняла ребят с Кубани из-за ее пределов. Собравшихся приветствовал глава Славянского района Роман Синеговский. Дорогие ребята, как ни на примерах наших земляков, вам учиться отваге, учиться мужеству, учиться спорту, учиться... В любой момент вы должны уметь прийти на защиту своей семьи, на защиту своей родины. Дай Бог, что всегда был мир, но мы всегда должны быть готовы и быть мужественными, сильными и отважными. Поэтому я вас поздравляю с открытием турнира, желаю, чтобы соревнования прошли интересно, честно. Отец героя-десантника Петр Васильевич Ступин сердечно поздравил участников соревнований с их открытием, отметив, что для него очень значимо и приятно, что не забыты подвиги павших за родину, и сказал еще, что для нашей армии подрастает новая крепкая смена. Затем состоялось возложение цветов к памятному камню гвардии старшему лейтенанту Павлу Ступину. Салютная группа почтила память павшего героя салютом. С показателями выступлениями по рукопашному бою выступили бойцы воздушно-десантной дивизии. Павел Ступин Турнир проводился в прекрасном месте на берегу красавицы Кубани у хутора Прикубанского и здесь еще раз блеснули мастерством в показательных выступлениях воины-десантники. В данный момент вы наблюдаете тактический прием снятия часовых, применяемый при проникновении на охраняемый режимный объект. После жеребьевки команды показали свои знания в военно-историческом конкурсе по истории воздушно-десантных войск «Где мы, там победа». Председатель ветеранской организации Новороссийской 7-й воздушно-десантной дивизии «Семерка», наблюдая за ходом турнира, с удовлетворением отметил его возросший уровень. Проводим это мероприятие в седьмой раз. Каждый раз оно, конечно, улучшается. Было мало команд, было в прошлом году, даже приезжали с Украины. Но здесь собираются детишки, то, что они познакомятся между собой первые, покажут свои возможности, посоревнуются и будут готовиться к лучшему. Здесь вот конкурс есть на знания воздушно-десантных войск. Затем команды приступили к разборке сборки автомата Калашникова, снаряжению автоматного магазина 30-ю патронами, стреляли из пневматической винтовки, подтягивались на высокой перекладине, метали гранату на точность и нож по ростовой фигуре. В каждой команде, конечно, были свои лидеры в том или ином виде. Настроены все ребята были отлично. Настроение у нас очень позитивное. Готовы выступить достойно, выложиться на все 100. Мы готовились очень упорно к этим соревнованиям. Мы готовы выступить достойно. Мой коронный вид – это подтягивание. Я также готов выступить достойно в этом виде. Команда из Курганинского района добиралась до места соревнований около 6 часов. Но долгая дорога не испортила ребятам настроение. Ехали мы долго, но песни, пляски у нас были на всю маршрутку. Настроение очень хорошее, ребята, молодцы, очень много ребят. Сплоченная у нас команда, юнормейцы. И проплывут, и пройдут огонь, и воду, все. Но я смотрю, ребята дружные. У вас очень здорово. В первый раз, но жду от своих ребят. Только хорошее, верю в них. Ополченец, участник боевых действий на Северном Кавказе, прапорщик в отставке Анатолий Цыпкава наблюдал, когда призывники соревнуются. Хорошее пополнение будет у российских вооруженных сил. А вспоминал он о павшем герое-десантнике и тех яростных боях, что были 20 лет назад. Мы добыли победу, потеряв его в бою, но мы его не забыли, не забываем он в нашем сердце, и всегда он будет в наших сердцах. Потому что мы отстояли Кавказ, отстояли юг России. И Россия будет вечно, в веках помнить тот подвиг, который совершил наш земляк. И сегодня мне очень радостно видеть, что наше молодое поколение равняется на нас, ветеранов, на нас, участников тех событий. С завершающим аккордом открытого турнира стал комбинированный военизированный кросс. Дистанцию нужно было пройти на высокой скорости и максимально чисто, без ошибок, которые учитывались и ухудшали результат. Все ребята очень старались, но удача улыбнулась самым подготовленным. После подведения итогов состоялось награждение сначала призеров и победителей по всем видам программы в личном зачете, а затем и в общекомандном. Третье место в общекомандном зачете у военно-патриотического клуба «Авангарды» 48-й школы. Второе завоевал клуб «Вымпел» Славянского электротехнологического техникума. А победила в турнире команда «Патриот» Славянского сельскохозяйственного техникума. Мы выступали и занимали первые места на многих соревнованиях. Тут я уже участвую четвертый раз. До этого ездил со школой, когда поступил уже второй раз с техникумом, приезжаю и всегда показываю хорошие результаты. Эсофета – это командная игра. Команда должна вся быть настроена, каждый отдельный вид должен быть отработан несколько раз. Мы тренировались, много работали. У нас девочка в команде есть, ей было сложно бежать, но она терпела до конца, и мы смогли выбежать и показать хороший результат. Седьмой открытый турнир по военно-прикладным видам спорта среди допризывной молодежи Краснодарского края закончился. И его проведение не может не радовать организаторов. С каждым годом профессионализм, ребят, повышается, а это самое главное. Если раньше метание ножа мало кто попадал вообще, то в этом году за третье место мы перекидывали аж пять человек, не могли определить, кто третье место за место. Ну и в остальных видах то же самое, и в разборке, сборке автомата, и снаряжении магазина, в других видах результаты растут, и это очень отравно. Значит, ребята готовятся к службе вооруженных сил, а это очень хорошо. Турнир наверняка запомнится всем его участникам. Самое главное – ребята пообщались, нашли новых друзей и сделали еще один шаг вперед в освоении нелегкого воинского искусства. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа События.